В четырех предыдущих сезонах В далеком 1972 году в КГБ Советского Союза и ЦРУ США узнают, что в их странах живут два человека, связанных близким родством через братьев Трумп, живших в Германии в XIX веке. Это русский беспризорник Андрюша Разин и американский миллионер Дональд Трамп. Так начинается спецоперация секретных служб двух сверхдержав. В пятой серии пятого сезона владыка Черного мира, князь Тьмы, принимает обличие китайского императора и приглашает из преисподней на свадьбу в Кремле всех мерзавцев и негодяев пяти прошедших веков. Генсек с супругой ощущают запах серы. Напоминаем, что все персонажи сериала вымышлены. События происходят в параллельных мирах или иных галактиках. Схожесть имен является абсолютной случайностью и не имеет к реальной истории никакого отношения. Советский Союз. Кремлевский дворец съездов. Октябрь. 1989 год. Я вызвал вас, господа и товарищи. Начал тяньмо. Чтобы придать новый импульс вашей работе. Моя заинтересованность в этой истории совершенно прозаична. Если ваши муравейники продолжат мириться, как говорят русские, своими членами, и осталось без рабочего материала, и станет вкусным на ближайшие миллиарды лет. Я больше не увижу нас, которые давно полюбил. Сколько негодяев, сколько мерзавцев. Общаться с ними – истинное наслаждение. А перспективы все грандиознее. Этот товарищ. Тяньмо вновь кивнул в сторону потрескивающего электрическими разрядами главного коммуниста Советского Союза. Он мой любимец. Буду наезжать в Москву чаще. Я же был в Хелмс и Юнис Павлия. Здесь все только начинается. Сидящий на троне выразительно посмотрел на американца. Ваше величество. Пробормотал Хелмс. Приложу все усилия. Ну а сейчас давайте праздновать свою. Без нее хочу вам заметить. Господин Хелмс, продолжение истории Америки не будет. Тяньмо кивнул головой. В зале вспыхнули тысячи люстр. Он был пуст. Банкетные столы покрылись алыми скатерками. Цветы в вазах искрили угольно-черными тюльпанами. С боковых возвышений баткетного зала потянуло дымком. Злые китайские демоны Хабхигуй в обличии обнаженных девушек крутили вертела с огромными тушами быков. Как всегда на таких мероприятиях, они готовились выискивать в зале жертву, из кожи которой делали бы свою одежду. Им помогали другие представители древней китайской нечисти. Окоченевшие трупы дзянши и духи кошек Маоугуй, принесенных когда-то в жертву перед убийством человека. Воздух в зале загустел. Тяньмо протянул руки в сторону, чуть левее сцены. Пространство раздвинулось. Тысячи отражений зеркал побежали прочь, пока зеркальный коридор не уперся где-то в бесконечности в круглое возвышение, огороженное каменными блоками, посреди которого стояла каменная плаха. Это голодное место, отсюда недалеко, пояснил князь тьмы. Гости заждались, давайте встречать. На сцену выползли огромные жуки с человеческими лицами. Серо-розовые майские и матово-черные жужелицы. Крылья слегка топорщились фалдами спадающих фраков. В лицах жуков просматривались профили Филиппа, Иосифа, Кузи, Валеры, Вилли. Десятков звезд, нисходящих с экранов телевизора. Они шумно расселись на места аркестрантов, взяли в чайнистые лапки трубы, гитары, бубны и бамбуковые дудочки. Главный жук, носорог, встал на место дирижера. Тонкой оправой очков и длинным прямым носом он сильно смахивал на Глена Миллера. Из зеркального коридора, словно огромного раструба, послышался нарастающий шум. «Господин Химмс, это у меня распорядка!» Успел произнести тяньмо перед тем, как жук-носорог взмахнул дирижерской палочкой. Оркестр заиграл тему из фильма «Серенада солнечной долины». В это время из зеркального коридора хлынула толпа гостей. Блестящие глаза, странные одежды, от френчей до потертых джинсов и платьев в пол. Лакированные мужские ботинки и женские туфли на высоком облаке. Разношерстная толпа вурдалаков, ведьм, детоубийц и клятвы преступников, бывших когда-то царями, императорами, военачальниками и президентами, нестроенными рядами направилась в сторону князя Тьмы. Не доходя до трона, они кланились мерцающим голограммам генсека с супругой и колыхающимся в невидимых потоках эфира теням молодоженов. Пройдя виновников торжества, толпа ускоряла ход, отчего в зале рождались воздушные завихрения, в которых прозрачные миражи Андрея и Ирины словно оживали, плавно раскачивались, размахивали руками, запрокидывая головы назад и в сторону. После необходимой формальности и поклона хозяину, часть гостей бросалась к столам, наливала из стеклянных графинов в бокалы темно-красное вино, остальные бежали к вертелану, где начались потасовки с китайскими демонами. Было много и таких, кто начал танцевать. Хелмс, обратите внимание, вон на тупор. Хозяин ночи кивнул в сторону танцпора. Это Бонни и Плайд, знаменитые грецы и мерзавцы. Мне кажется, вы участвовали в операции по их поэнке. Сегодня можете вы спросить, я хочу ходить. Они счастливы, любили и расскажут все о чем спорте. Вдоль столов от зеркального коридора шли двое. Один в расшитом золотом халате, шапки с крестом на меховой опушке, в красных сапожках с загнутыми вверх носами. Ястребиный нос и черные глаза. Второй на полшага сзади, в длинном халате зеленого сукна, с меховой наплечной накидкой и такой же шапкой с опушкой, но без креста. Через плечо две отрезанные собачьи головы, связанные за оскаленной пастей веревкой. Это царь Иван, с вами здесь будет. Это лучше не подходить. Посоветовал тебя не мог. Я самому побоюсь. Расплачу. Иван Грозный увидел издалека князя детьмы, коротко поклонился, отвернулся и пошел обратно в сторону зеркального коридора. Не понравилось, заметил Андропов, но поежился, когда взгляд царя Ивана Грозного скользнул по его лицу. Сидящие на креслах и тяньмо выхватывали взглядами из толпы самые любопытные экземпляры, не заметив поначалу, что рядом стоят на коленях двое. Один в строгом европейском костюме синего цвета и серую полоску, второй заметно мельче, лысый, в вышиванке и широких холщовых брюках. Вашего святоства, товарищ Тяньмо. Андропов зацепился глазами с хозяином и кивнул в сторону странной парочки, замершей на коленях у его ног. Тяньмо впервые за ночь встал и подошел к стоящим на коленях. Схватил мелкого за жирный загрелок, высокого за волосы и поднял обоих с пола. Гостями оказались Никита Хрущев и Джон Кеннен. Он подбросил обоих вверх, и они рассыпались тысячами искр. К запаху жареного мяса добавился запах сиры. Тяньмо не стал возвращаться на трон. Как истинный хозяин ночного свадебного бала, он пошел вдоль столов. По бокам зала, где сверкали белизной объеденные кости быков, затихли шумные и злобные китайские демоны Хабхигуй. Они с восторгом смотрели на Тяньмо, сменившего черный плащ с красной подкладкой, на халат дракона Лун Пау, последнюю версию облачения китайского императора Юньчженя династии Цинн. Халат имел желтый цвет, что позволительно только императору. Расшит орнаментами с золотыми нитями. Короткий деколен, запахнутый справа налево. На ногах черные сапожки ниже колена, расшитые серебряными драконами. Половина передней части черепа Тяньмо оказывалась гладко выбритая, затылочная часть наоборот, чернела густыми волосами, сплетенными в косу. Она перехлестывалась со спины на грудь и словно змея грелась на расшитом золотом халате. Жуков на сцене сменили разноцветные калибрии. В зале журчали тростниковые флейты, били барабаны и вибрировали струнами пипы, сотканные из лепестков лилий ярко-красных цветов хлопкового дерева. Тяньмо обошел все столы. При его приближении за зеркальная нечисть падала ниц, пытаясь прикоснуться к его сапожкам. Он же милостиво гладил кого-то по голове, брал со стола обглоданную косточку и бросал на пол. Ее тут же хватали и прятали в карманы френчей, бюстгальтеры или просто глотали. Наконец круг замкнулся и Тяньмо вернулся к трону. За окном мелькнули молнии и прогремел гром. В октябре большая редкость для Москвы. Со стороны лестницы, что уходило вниз от мерцающих фигур Андрея с Ириной и голограмм Михаила Сергеевича с Раисой Максимовиной, послышалось хлопание крыльев и стук колес о ступени лестницы. Из проема вылетели три черных дракона, запряженных в золотую колесницу. С шумом выпуская струи дыма из ноздрей, тройка облетела зал и, скрыжища когтями о паркетный пол, встала рядом с Тяньмо. Его трон начал таять. Сгусток воздуха переместился в астральные оболочки Андрея и Ирины. Несколько китайских демонов подхватили их тела и плавно опустили в колесницу. Тяньмо свистнул, крыша дворца съездов раздвинулась и тройка метнулась в ночное Носковское небо. Она молнией пролетела над гостиницей Москва и влетела в окно номера гостиницы «Метрополь», где когда-то останавливался Мао Цзэдун. Мгновение юноша с девушкой оказались в огромной постели, погруженные в глубокий сон. Этот номер Андрей заказал накануне, чтобы провести в нем первую брачную ночь. Ирину он много лет любил, ему хотелось удивить ее неслыханной роскошью. В Кремлевском дворце съездов в это время провожали молодых. Оркестр Олега Лунстрима, усиленный арфами и скрипками, начал вступление в гимну новобрачных. Пою тебе, бог гименей. Муслим Магомаев и Алла Пугачева вышли со сцены и стояли у микрофонов посреди зала. Как и предполагала Алла Борисовна, петь пришлось за еду. Что получил Муслим, она не знала, но пел он так, что ей самой вновь захотелось замуж, хотя бы за юнца Филиппа. Под здравицу языческих богов Андрей и Ирина Горбачева-Разина выпорхнули по лестнице из зала и исчезли. Гости уходить не торопились. Михаил Сергеевич с женой обходили столы и выслушивали комплименты в свой адрес и адрес Ирины. Когда и они поехали домой, Раиса Максимовна спросила мужа. «Миша, тебе не показалось, что в зале пахло серой?» «Не исключаю, Раиса Максимовна, у меня такое чувство, будто меня надули или напичкали электроразрядами. Может, шампанского перепил?» Жена прижалась к его плечу. Больше они не проронили ни слова. Свадьба оставила у них двойственное впечатление. Как будто не они были на ней главными действующими лицами. А кто-то другой – хитрый, ехидный и жестокий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok